Я уже отвечал на этот вопрос, он очень сложный для понимания. Можно в тысячу раз ответить, и все равно он будет задаваться. Потому что, смотрите, есть общепринятое представление о том, как вообще помочь человеку. Вот если болит печень, мы что лечим? Лечим печень, так? А печень это как бы то, где болезнь скапливается со всего организма. Это не то место, где она возникает, она оттуда скапливается. Понимаете? То есть вот это представление о том, что мы направляем силы туда, где возникает боль, является неправильным в целом. Чаще всего это не работает в системе. То есть надо глубже смотреть на ситуацию. Точно так же с мамой, допустим. Мама страдает. Но так как я реагирую на эти страдания, значит, это моя карма, моя судьба. И в целом есть три слоя жизни. Вот вы пытаетесь это сейчас понять? Три слоя жизни. Во-первых, надо понять, первое, что нужно понять, что если я реагирую на маму, значит, я могу поменять ситуацию. Это нужно понять. Потому что чаще всего люди думают, мама страдает, я тут при чем? Я как бы ничего не могу сделать. А помочь означает в этом случае давить на мозги. Ну, то есть постоянно что-то с ней говорить, говорить ей, чтобы она поменялась. Но чаще всего давить на мозги вообще родственникам бесполезно. Вот если говорить о помощи родственникам, то родственникам вообще невозможно помочь, что-то им объясняя. Потому что есть три, как бы, степени развития отношений с родственниками. Первая степень – это когда мы просто наслаждаемся друг другом. Тогда в этом случае речевой контакт вообще не работает. Большинство людей живут так, что они просто наслаждаются друг другом. Они создали семьи для того, чтобы просто использовать чувства и тело друг друга для собственного удовольствия. Понимаете? И от родственника слышать какие-то нравоучения в этом случае вообще просто бесполезно. Потому что он не будет, и он не настроен на это. Люди создают отношения для того, чтобы наслаждаться друг другом. И это называют они любовью. Но это никакая не любовь, это просто влюбленность и желание просто наслаждаться. Разум не включается в этой ситуации, люди не могут общаться. У них нет возможности разговаривать даже близко друг с другом. Они могут разговаривать о делах, могут разговаривать о детях, могут разговаривать о погоде, о сплетнях, о том, как им надо зарабатывать вместе. О том, как меняться в жизни, они разговаривать не могут. Они говорят, не лезь, не отстань от меня, не трогай меня. Все, на этом точка. До свидания. Вторая степень развитости отношений. Это когда люди пытаются уже жить по-другому. То есть они начинают работать над собой. Вот то, что мы эту стадию проходим здесь, в этом зале. Мы пытаемся менять себя сначала. Мы уже перестаем мучить родственников. Вот эта идея, что люди мешают мне жить. Это идея недоразвитых людей. Вот когда мы концентрируемся на человеке, думаем, он страдает. Как ему помочь? Его надо поменять. Это недоразвитая идея. Потому что это вне сферы моего влияния. Если человек... Вот смотрите, что такое счастье, что такое страдание. Если человек концентрируется на том, что он поменять не может, это означает, что он будет страдать. Если концентрируется на том, что он может поменять, он счастлив. Вот даже просто концентрация на том, что ты можешь поменять, уже приносит счастье. Когда человек начинает работать над собой, видя, что близкие люди неправильно живут, он уже счастлив. Потому что первое, что приходит к его жизни, это то, что он чувствует, что что-то меняется. Но начиная изнутри, а не снаружи. Родственники при этом тоже меняются. Но мы слишком много хотим. Вот несколько человек, которые слушают уже порядка года моих лекций, вчера мне задали вопрос. Потому что статистика такая, что когда человек примерно год слушает лекцию, он уже способен менять ситуацию своей судьбы. Но начинает он с себя всегда в этом случае. А если человек где-то около двух лет слушает лекции, он уже поменял эту ситуацию судьбы. Он уже реально способен что-то изменить. Потому что перемены в жизни – это не дешевая и не быстрая вещь. Это требует времени и сил, вложения сил. Надо просто их правильно вкладывать. Большинство людей находит на первом этапе отношений. И на первом этапе развития. Мы наслаждаемся друг другом и страдаем друг от друга. На этом этапе разум не работает в отношениях. И помочь человеку невозможно. Чаще всего на этом этапе люди просто давят друг на друга, желая передавить. И, соответственно, результат – развод просто. И все. Чем больше человек давит, тем меньше возможности жить вместе. На втором этапе и работа над собой. Часто люди фанатеют. И вместо работы над собой они начинают работать над близким человеком. Они на него еще больше начинают давить. Думаю, что это называется самосовершенствование. Это не самосовершенствование. Это разрушение своей судьбы. Тут трогать человека на этом этапе – это еще хуже. Потому что человек видит, что ты меняется. И он вообще еще больше всего боится. Ну, страшно даже с тобой разговаривать. Он думает, что ты куда-то попал, в какую-то сектру. Ему сложно вообще что-то принять, какое-то решение в жизни. Он просто наблюдает за тобой, смотрит, что-то с тобой происходит. Но так как атмосфера меняется, на втором этапе человек работает над собой, атмосфера меняется. И поэтому человек близкий тоже уже меняется. И третий вариант жизни и отношений – это когда ты уже изменил себя, и в этот момент тебя начал уважать близкий человек. У него появилась благодарность, чувство уважения и благодарности по отношению к тебе. И это чувство благодарности дает возможность ему что-то говорить. Вот, допустим, вы стоите рядом с человеком в трамвайе. Человек вам взял просто и помог. Ну, допустим, сесть куда-то на кресло там. И ему что-то помог сделать в жизни. И к этому человеку возникает такое чувство, в котором, если он, допустим, что-то тебе скажет, какое-то замечание, то ты его примешь. Потому что он уже сделал то, что устанавливает контакт. Бескорыстная деятельность устанавливает контакт. Большинство родственников, они просто делают что-то друг другу для того, чтобы просто вместе жить. Нет никакого бескорыстия. Просто действительно, вот заботиться о близком человеке, ничего не желая взамен, это очень сложно. Для этого надо всегда сначала помолиться, то есть настроиться на духовность, на бескорыстие, а потом уже сделать свой шаг по отношению к близкому человеку. И тогда будет результат хороший. Но не сразу, потому что пока люди живут на первом этапе, мы наслаждаемся друг другу. Вообще возможности помощи отсутствуют. Изменить близкого человека невозможно. На втором этапе он меняется сам, незаметно. Ты не можешь на него влиять, меняет на него твоя жизнь. Ты живешь лучше, твой внутренний мир меняется. Помните, мы говорили об озере, внутреннем озере. Оно становится больше и начинает перетекать на родственников. Родственников жизнь меняется само собой. Это происходит на уровне подсознания. Мы этого не понимаем, они этого не понимают. Но мы меняем свою жизнь, у них жизнь меняется само собой. И только на третьем этапе, когда близкий человек уже увидел, что ты стал хорошим, он начал тебя уважать, начал чувствовать благодарность от тебя. Ты живешь для него, аккуратно заботишься о нем, ничего взамен не требуешь. На этом этапе можно ему что-то говорить уже, но очень мало. Чуть-чуть советовать, если он просит. Или чуть-чуть советовать, даже если он не просит, но в хорошей ситуации жизни. Когда у вас, ну, поел, допустим, муж, у него хорошее настроение, можем что-то ему сказать чуть-чуть, ненавязчиво. А теперь в ситуацию возвращаем ситуацию с мамой. Мама депрессии, как помочь? Понимаете, смотрите, есть три уровня жизни. Еще раз пытайтесь теперь с другой стороны это понять. Когда я не работаю над собой, и мама не работает над собой, помочь никому никто не может. Что с мамой ты сделаешь, если поменять свою судьбу, это означает усилие, а у нее просто, в принципе, нет такой возможности внутренней, потому что большинство людей сейчас живут как потребители. Понимаете, разум в этом случае выключен. Человек приходит домой, включает телевизор. И что делает? Он сидит просто и развлекает свой ум. Разум в это время не работает. Когда мы включаем телевизор, смотрим интернет, играем в компьютерные игры, но все, что бы мы ни делали, в это время разум не работает. Даже когда человек на работе трудится, разум работает в это время, но он не работает на самосовершенствовании. Он работает на самосохранении, он просто зарабатывает деньги тупо, разум и все. То есть перемен никаких это не предусматривает. Вот смотрите, когда человек так живет, просто как потребитель, то у него нет силы помочь себе. Вообще никакой силы нет внутренней. Нет возможности. Потому что разум не включен. Разум может поменять жизнь. Вот этот слой, в котором люди говорят, как мне маме помочь, что мне делать. И для этого слоя жизни существуют определенные способы, как дурить народ. Первый способ. Маму заговорить. Ну то есть система такая. Приходишь в бабки, платишь ей деньги. Она оттуда. Все, маме поможет. Вот. И ты уходишь. Маме поможет? Нет, потому что твой разум не включился, мамы разум не включился. Просто включился обман. Это бескорыстный подарок или нет? Это бескорыстный подарок. А там сверху что такое? Это тоже подарок. Это комментарий подарок. Ага, вот это бескорыстный подарок. Правда, смотрите, потому что здесь благодарность просто. Видите? И что возникает у меня в сердце по отношению к этой девушке? У меня возникает в сердце следующее. Пусть Бог вам даст все самое лучшее в вашей жизни, что у вас есть, что вы хотите получить. Видите? Это возникает в сердце само, потому что она ничего не просит, она просто взяла и просто подарила мне подарок. Вот так мы с Богом должны строить отношения. Мы должны просто ему что-то давать. Она в данном случае со мной строит отношения, но это отношение и со мной, потому что я не являюсь причиной ее счастья. Это есть сила, которая ей помогает, но это не моя сила. Понимаете? И она мне дала подарок, знак вот благодарности, да? И она ничего не попросила. Обычно подарок как бы дают и записочку сверху. Ты как на ключочек насаживаешь, червячочек, ключочек раз, червячочек раз, а там ключочек. И ты так поехал, поехал, поехал. Как некоторые ко мне подходят, Олег Геннадьевич, вот вам пожертвование. 2000 рублей там, допустим. Я там, допустим, не дай бог мне взять. Я такой раз взял, и он мне раз за руку. Мне к вам вопрос. И потом два часа меня, ух, по полной программе. Бескорестные пожертвования. Здесь совсем другой вариант. Вот это вот так надо к близким людям относиться. То есть надо просто дарить им что-то в жизни, и ничего не требует взамен. Тогда Бог начинает через них действовать. Итак, смотрите, вот когда человек находится, семья в целом, вот озеро, да? Я и плюс мои, вот все близкие. То есть это одна целая, одна целая энергетическая система. Мы все находимся в состоянии в каком? Я прихожу домой с работы, устала, включаю телевизор, меня там развлекают. Там Шварценеггеры всякие, там много всяких, там Брэд Питт, там Шварценеггер, еще и все просто там делают всякие, вытворяют всякие чудеса, там стреляют, убивают, чтобы мне было интересно. В это время разум не работает, он отключен. Я просто ищу удовольствие. Если человек, допустим, сражается за свою жизнь, ему интересно смотреть вот эти вот всякие блокбастеры, которых там все мочат, убивают. Вот. Если человек хочется наслаждаться в жизни, значит, надо переключить на секс. Там, где вот это... Вот это, он это смотрит, вместе с ними наслаждаясь. Если человеку уже вообще надоело, вот эта жизнь вся, ему надо переключить на фантастику какую-то. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко. Ну, что-нибудь такое, то есть, чтобы не у него, да, хорошо. Облака, белокрылые лошадки, или мультики какие-нибудь посмотреть, когда в детство хочется уйти, что в детстве там нет кармы, там все хорошо. И вместе весело шагать по простору. Вот, ну, то есть, человек чем занимается все это время? Он просто развлекает себя, пытается отвлечься. И это всегда так бывает, это просто разные стадии погружения в жизнь. Чаще всего люди не хотят жить, они хотят просто существовать. Я экспериментировал на своей кошке. Изучал, когда был студентом в институте. Приезжал домой, там у мамы была кошка, я изучал на ней. Она разок шла на кухню покушать. Всегда изучал, когда она ходит на кухню, то можно изучать. Она шла на кухню покушать, и я ее взял за хвост. И думал дальше, как она будет реагировать, какие стадии реакции есть. Я изучал это. Взял ее за хвост, аккуратненько, подобранно. Не пускал, как бы, идти дальше. Она делала вид, что не замечает в первой стадии. Просто шла. Она шла, как бы, и, ну, буксовала. Потому что я ее не пускаю за хвост. Но она делала вид, что сейчас отпустит, и будем дальше. И скоро будет пушать уже все. И она шла такая, шла. Не пускает. Держит за хвост. Она меня уважала. Поэтому она не могла, как бы, мне сказать ничего плохого. Поэтому она делала вид, что ничего не происходит из уважения просто. Но я держал ее за хвост. У меня научный эксперимент был. Была следующая потом стадия. Мяу. Она никуда не поворачивается. Мяу просто. Но мяу не сработал тоже. Мяу, 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 как бы, ну, не сработает. И потом она повернулась ко мне вот так вот. Повернулась. И мяу уже мне в лицо. Ну, то есть, ты что, мужик, мне надо кушать, как бы, давай. По-человечески решать вопрос. Я не отпускал. Мяу в лицо мне не сработало. И тогда она уже реально осознав, что надо что-то делать с этой рукой, которая держит хвост. Потому что иначе ничего не сделаешь. Она вот так вот сделала вид, что меня хочет укусить за руку. Я сразу отпустил. И она пошла кушать. И так получилось несколько стадий отношений с проблемой. Понимаете? То есть, и большинство людей находится на первой стадии. Вот телевизор – это первая стадия. Мы не хотим видеть проблемы. Мы просто отвлекаемся. Просто отвлекаемся. Потом мы начинаем выйти. Олег Геннадьевич, помогите, у меня маме плохо. Но Олег Геннадьевич, ты при чем? То есть, люди от меня просят помощи. Некоторые даже подходят и говорят, давайте я за вас просто подержусь. Загадывать желание. Раз, подержался и все. Потом приходит домой, и мама уже как снежная королева. Все сидит, все мне хорошо. Так, роп, подержалась. И все. Все получилось. Это вот эти как раз уровни понимания. Что я, мне нужно что-то, чтобы само решило проблему. Работать над собой не хотим, трудиться не хотим. Хотим просто наслаждаться жизнью. Это обычное дело. Так все живут. Следующая стадия – это стадия попытки понять. И на этой стадии человек сначала воет просто. Он идет в храм куда-то и говорит, пожалуйста, помолитесь за меня. Богу как бы кричит, давай убирай эту проблему. У меня муж гуляет. Не хочу. Все, давай. Убирай ты. И ты, ну как бы, давай сам. Все делай. Молится. Требует от него, чтобы убрать ситуацию. Но в это время он уже выходит из этого инертного состояния. Помните, мы говорили, первый уровень – это состояние, в котором человек просто потребитель. На этом уровне ничего не меняется в жизни. Вообще никогда. И поэтому человеку обязательно нужен стресс для того, чтобы он вышел из этого состояния. Следующий уровень, уже второй – это когда человек что-то делает. Ему надо, он хочет что-то поменять. Но он еще не дошел до кульминации вот этого второго уровня. Потому что второй уровень перемен – это работа над собой. Сначала он просто зовет всех, просит. Дайте мне, помогите мне, у меня все плохо. И чтобы за меня все сделали. И всегда человек сначала хочет, чтобы за меня все сделали. Но это уже не первый уровень, когда мы просто сидим тупо и думаем, все будет хорошо, ждем. Понимаете, на втором уровне уже идет какое-то движение. То есть человек что-то хочет поменять. Но за чужой счет сначала. Кто-то за него должен что-то сделать. Это не работает, потому что нам свою жизнь придется прожить. Свою. Вот в чем проблема. Дальше второй уровень развивается. То есть второй уровень развивается, и человек дальше ищет знания. Он ищет, он не знает, что делать. Он хочет понять. Он ищет знания. У него не работает система, ничего не меняется. Мама в депрессии. Я ничего не могу сделать. У ней она неправильную цель в жизни поставила детей. Теперь в результате она страдает. Я хочу ей помочь. Но я уже начинаю понимать на втором уровне, что это не мамина проблема, а моя. Потому что я же страдаю от того, что она в депрессии. Я должна, наверное, я из-за себя мучаюсь. Наверное, мне себя надо начинать, как-то себя менять. Тем более я не могу маме помочь, а хочу. И человек начинает работать над собой в этот момент. Интересно знать, что люди чаще всего не понимают, как работать над собой. Потому что сил же нет. Вот все люди, которые начинают работать над собой, ко мне обращаются всегда с одной и той же проблемой. Проблема заключается в том, что нет сил работать над собой. Вот это проблема. А нет сил означает нет времени. Люди говорят, а у меня нет времени работать над собой. Я встал и пошла на работу. Все, у меня нет времени, они говорят. Но интересно знать, что когда человек влюбился, вот человек влюбился, ему нужно идти на свидание. Но времени нет. Пойдет на свидание или нет? Поднимите руку. Кто из вас, любившись, нет времени совсем, не пойдет на свидание? Есть такие люди? Молодой человек, вы, да, не пойдете? Нет? Пойдете, да? Видите, если человеку что-то сильно надо, то время находится. Всегда. Ну, то есть, другими словами, работать над собой просто не надо, и все. Не то, что там нет времени, просто не надо. Поэтому и нет времени. Просто не надо. Но интересно знать, что когда человек начинает работать над собой, вся жизнь его подстраивается под то, как он живет. Вот, допустим, человек начинает работать над собой, у него жизнь меняется, и у него возможность уже работать над собой возрастает с каждым днем. Работа, где он работает, она уже теснится. То есть, домашние дела теснятся, и у него появляется, у него перестраивается жизнь, потому что перестраивается мышление. И судьба уже дает ему возможности. Но все равно проблема остается той же самой. Нет сил. Даже если есть сильное желание работать над собой, нет сил. И люди не понимают, что силы берутся не изнутри. Они никогда не берутся изнутри. И что такое вера? Понимаете, есть три типа веры. Большинство людей, которые живут на этой земле, верят в себя. Только в себя. И они об этом сами не знают. Как молоды мы были, как искренне любили, Как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли И всего лишь успели понять Всех друзей мы уже потеряли Постарайся себя не терять. Понимаете, когда человек верит в себя, он все теряет. Все теряет. Он ничего не может оставить, сохранить. Потому что вера в себя означает, я сам себе помогаю. У меня нет сил. Это замкнутый круг. Итак, проблема в том, что люди не хотят верить ни во что, кроме себя сначала. Они верят только в себя. И поэтому они страдают и продолжают мучиться. Потому что, когда человек верит в себя, ему неоткуда брать сил, чтобы вдохновиться. Второй этап. Человек начинает искать. И когда он начинает искать, то ему очень трудно, очень трудно принять тот факт, что надо подчиниться какому-то знанию. Ну, то есть надо подчиниться чему-то. И поэтому он чаще всего на втором этапе принятия силы общается с теми людьми, которые свободны от каких-то религиозных духовных традиций. Эти люди чаще всего заявляют, я сам как бы создал систему. Это обычно уровень психологов, там всяких практиков. И люди, они не хотят подчинять себя какому-то знанию, то есть они не хотят подчиняться Богу. Потому что Бог всегда приходит в жизнь через какие-то строгие правила и нормы. Потому что это гарантированная победа. Вот, допустим, делиться математику изучить. В университете там, в Кембридже, который там уже 500 лет преподает математику. Или у дяди Васи, которого решил изобрести свою математику. Понимаете? Конечно, лучше в той проверенной системе учиться, которая уже веками существует. Понимаете, о чем я говорю или нет? Ну, люди чаще всего на втором этапе вот этого развития, они ищут, где взять силы. Они уже знают, что сами не могут, им надо взять силы. И они боятся идти в эти традиции какие-то духовные. По той причине они боятся туда идти, что они вообще не хотят ничему подчинять себя. Они хотят откуда-то что-то взять, откуда-то что-то взять и при этом ничего не отдавать. Потому что что мы можем отдать? Мы можем отдать себя только, понимаете, свою свободу. То есть мы можем подчиниться чему-то. А если человек не подчиняется знанию, то тогда и вдохновение не происходит. Потому что люди, которые приходят ко всем психологам, практикам, тренерам по работе над собой, чаще всего эти тренеры ни к чему человека не обязывают. Они не требуют от него никаких перемен, не требуют от него никаких обетов, обязательств. А просто ему дают какие-то внешние схемы. Вот улыбайся так, делай так, ходи так, чтобы у тебя все поменялось. То есть они его обманывают просто этот человек. Они ему говорят, ты вот с мамой так подойди к маме, Ее так пожури, пожури, она в депрессии. Ее так раз, 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 раз кричи, разжури, так улыбайся ей, подарочки дарить. Она в депрессии, и так постепенно она такая. И все, и вышло из депрессии. Для ветра, для ля-ля, все хорошо. Это, знаете, такой примитивный подход, как вот макароны надо разогреть, они тогда горячие. Макароны холодные и в депрессии. Взял, разогрел, а мне это разогрел, и горячие. Можно есть. Но мама же не макароны. Понимаете, у нее депрессия возникла не потому, что она такая вот заподможная, Ее надо растормозить, а потому, что у нее неправильное представление о жизни. И у тебя тоже неправильное представление о жизни, Просто ты жизнь еще не прожил, и поэтому ты еще не в депрессии. Ты скоро тоже попадешь в депрессию, потому что у тебя тоже нет правильных направленностей в жизни, Правильных целей. Просто ты еще не попал в эту ситуацию, в которую мама попала. Не пришло время. Ты думаешь, я лучше, мама хуже. Мама в депрессии, а я не в депрессии, у меня все хорошо. Придет время, жизнь начнет испытывать, тоже попадешь в депрессию. Потому что цели-то не выбраны правильно, не поставлены. И вот эти люди в той категории, когда они не инертные, они ищут, сначала ищут доброго дядю, который за них все решит. Потом они обращаются к каким-то методам и практикам, которые ничему не обязывают. То есть я ничего делать не буду, просто меня научат. Я себя не меняю, просто меня чему-то научат внешнему. И это все поменяет мою жизнь. Тоже не работает. Пустая трата времени. Остается только третий момент, которого мы так все боимся. Это подчинить себя какой-то вере. Потому что большинство людей, они боятся вообще самого термина вера. Они боятся этой идеи, что надо верить, по-шему. Верить означает все менять в жизни. Менять свое понимание вещей. Менять правила, привычки, взгляды. Все менять надо. И только тогда, когда человек в своей жизни все меняет, заметьте, я не акцентирую, какую именно веру. Не акцентирую. Почему? Потому что у каждого свой путь духовный. Каждого свой. Каждый свою веру должен найти. В свою сторону двигаться. И когда человек начинает уже понимать, вот он во втором слое жизни находится, когда он пытается что-то поменять, он еще не может влиять на людей, на других. Но он уже внутри себя меняется. И вот в конце, на самом верхней части второго вот этого этапа пути жизненного человека, вот здесь вот, на втором этапе, вот здесь, он принимает решение, что он будет изучать разные духовные культуры. И в этот момент, когда он такое решение принимает, вот здесь вот в сердце наступает радость. Потому что там сидит сверхдуша, представительство Бога, и она ждет, когда же ты, дурачок мой хороший, поймешь, как жить правильно. Потому что столько уже жизней. Ты здесь просто домики себе строишь. И то в человеческом теле, то в теле барсука. Вот, домики себе строишь, все строишь, ты никак не можешь понять, что ты душа, а не тело. Что тебе надо духовные вещи думать о душе, о духовных вещах, а не о материальных. А ты здесь все обустраиваешься и обустраиваешься. И сверхдуша — это сила, которая дает счастье человеку. Счастье приходит или из судьбы, по судьбе пришло время, я счастлив, и она приходит или приходит из-за правильного решения в жизни. Но кто из вас вчера из лекции пошел, и у вас в сердце такое чувство сильного счастья, что вы что-то такое важное нашли, поднимите руку. Вот это не я сделал. Это вот тут у вас возникло само. Это вам сверхдуша, голос вашей совести сказал, хорошей дорогой идем, товарищи. Итак, силы приходят только сверху. Человек не может другому человеку помочь. Человек другому человеку помогает, только если он сам подключен к цепи. Вот сеть должна работать. Вот свет почему здесь работает? Потому что энергия идет от электростанции. Она не от розетки идет, от электростанции. Цепь где-то прерывается, и энергия не идет. Кто такой святой человек? Это тот, кто светится. Почему он светится? Потому что он подключен к цепи. Он верит в Бога. Понимаете? Не верит в себя. Не верит в дедушку Ленина. А верит в Бога. Понимаете? И есть три типа людей. Люди в невежестве верят в тебя. Люди в страсти верят в людей. Люди в благости верят в Бога. Понимаете, да? Вот когда человек начинает верить в святость, в чистоту. А святость всегда бывает в цепи. Там, где люди передают знания один другому. Это называется традиция. Преемственность духовная. нужна какая-то такая традиция, которая вам подойдет в жизни. Которая вам нравится. Нравится. Почувствуете вы счастье от ней. Вот она ваша. И сегодня я сейчас живу в квартире. В мусульманской квартире. Там такая вот атмосфера мусульманская. У меня прямо над головой висит наставник мусульманский. Фотография. Я ночью как-то сплю. И я увидел танец. Вот этот вот танец. Когда крутятся супи и танцуют. И я почувствовал это вот настроение, этого счастья, отношение с Богом в танце. Вот в таком молитве. Такое вот. Я почувствовал это счастье такое глубокое. Которое сам бы я не поймал. Но так как я там на моленое место, я почувствовал. Понимаете, есть разные вкусы отношения с Богом. И они дают сильное вдохновение. Человек, когда это вдохновение испытывает, он встаёт рано утром, начинает молиться, там желать всем счастья, прощать, просить прощения. И его жизнь пошла, потекла. Река жизни потекла в нужном русле. Потому что он подключён. Он как бы... О, Боже, я в цепи. Как у меня есть. Мартин, знакомый, у меня такое стихотворение есть. Вот. То есть он почувствовал вот этот вот вкус подключения. То есть у него пошло уже. Сила пошла. Понимаете? И сила же берёт сверху вся. Почему энтузиазм? Кто-то может вставать рано утром, кто не может. Кто не может. Кто-то не подключён. У него нет веры. Но когда человек начинает общаться с теми, кто занимается работой над собой, тогда у него появляется энтузиазм. И это сила его внутренней жизни. Она влияет ведь на всё. Постепенно меняется. Сначала меняется его внутреннее стоящее. Он начал рано вставать. Начал молитву читать. Вокруг всё так же, как было. Ни друзья не поменялись. Ни работа не поменялась. Ни питание не поменялось. Ничего не поменялось. Но мне нравится жить по-другому. Я хочу рано вставать. Режим дня начинает сначала меняться. Поднимите руку. У кого так сейчас жизнь протекает? Это первое, скажем. Вы, наверное, лекции только начали слушать, да? Полгодика где-то. Ну, примерно так. Дальше, смотрите, следующий этап. Человек начинает чувствовать, что у него меняется жизнь потихоньку. У него появились уже хорошие привычки. Меняется питание, меняется окружение. Друзья другие появились. Поднимите руки, кто на этом этапе уже находится. Вот так, хорошо. Двигаемся вперёд. Постепенно у человека меняется ситуация жизни более глубоко. И приходит время, у него меняется работа. Он начинает работать там, где ему уже больше возможностей духовной практикой заниматься. Постепенно это приходит. Или отношение к работе меняется. Он уже на той же работе остался, но ему лучше уже. Он по-другому понимает, зачем это надо. Поднимите руку, кто на этом этапе. Хорошо. Но теперь двигаемся вперёд. И наступает такой момент, когда у человека меняется личная жизнь. У него отношения в себе меняются уже. Потому что личная жизнь не означает, ты дал под зад тому родственнику, который не занимается духовной практикой, нашёл себе продвинутого, как некоторые думают. Нет, надо остаться внутри судьбы. Тут уже ничего не сделаешь. Потому что это создаётся Богом уже семья. И ничего не сделаешь. Ребёнка же не поменяешь себе правильно, так и мужа не поменяешь. Вот. Это уже всё. Здесь ситуация на всю жизнь. Поэтому человек остаётся внутри семьи, внутри начинает всё меняться. У кого такой этап? Сейчас поднимите руку. Вот это уже серьёзный уровень. Серьёзный уровень. Развитие личности. И это значит, что вы перескочили на следующий уже квадратик. То есть первый квадратик, смотрим телевизор и просто мечтаем. В мечте живём. И думаем о том, что всё хорошо. Кошка идёт вперёд, хвост держит. Она буксует на месте. Вот. Второй этап. Кошка как бы поворачивается и мяукает. То есть она уже нашла как бы источник проблем. Вот. Она уже поняла, что нужно что-то делать. Но у неё нет сил пока ещё. Знания человек уже получает. Начинает менять свою жизнь. И дальше третий этап. Влияние на ситуацию, когда кошка уже пыталась укусить руку. Я сразу отпустил. Если бы я не отпустил, она бы несколько похудрих делала, а потом бы цапнула ещё. Вот. Всё равно же она победила бы. Это её хвост. Что она бы всё равно победила. Итак. Третий этап означает влияние. Вот на этом третьем этапе начинается влияние. И это всегда одинаково работает. Влияние всегда имеет три стадии развития. И влияние начинается всегда с того момента, когда человек уже подключён к цепи. Он уже знает, что такое молитва. Он уже знает, как работать над собой. Он уже эту практику совершает каждый день. И влияние на ситуацию имеет три стадии. Первая стадия. Я чувствую спокойствие в сердце. Я чувствую, что всё будет хорошо в этой ситуации. То есть, что мама выйдет из депрессии. Сто процентов. Вторая стадия влияния. Я могу с мамой разговаривать на эту тему. Что значит разговаривать? Это не значит давить на неё. А значит с любовью общаться. Потому что маме вдруг захотелось меня слушать. Она почему-то мне поверила. Потому что, когда у тебя есть сила менять ситуацию. Сверхдуша или голос совести в сердце мамы говорит. Слушай свою дочь. Она тебе скажет правду. Вот это влияние на ситуацию так происходит уже. Человек начинает ушки открывать. Потому что они сами как-то тянутся послушать. И третья стадия. Мама начинает меняться. Но всё начинается со своей собственной жизни. Как вы поняли. Видите, я вам сразу на все вот эти вопросы ответил. Сразу на все. Но сейчас мы будем дальше двигаться. Потому что все вопросы одинаковые. Как мне помочь тому, чему я не могу помочь? Понимаете? Это всё происходит через внутреннюю жизнь. Через отношение с голосом совести. Со сверхдушой. То есть когда человек на стадию работы над собой и верой входит. Когда уже в него входит источник энергии. Когда он контакт получил с сетью. Он как лампочка начинает гореть. Тогда происходит влияние на судьбу близких людей. С этого момента. По-другому никак не помочь. Понятна сепсистема? У-у-у-у. Это уже диссертация целой. Вопрос. Можно ли вырастить полноценного мужчину одной без мужа, если другого я не желаю рядом или маленькому нужен рядом пример? Это сложный вопрос, понимаете? Вот классический вариант такой, что женщина, если она верит в своего мужа, который, допустим, ушёл из жизни, оставил тело и верна ему, то она связана с этим человеком. Ей другой человек не нужен. Через него приходится сила. И он становится ангелом-хранителем для мамы и ребёнка. Но такой пример возможен, если папа ушёл на высшей планете. Если папа ушёл в ад от того, что он всю жизнь занимался развратом и жрал водку. То верность такому человеку не поможет развить ребёнка. Потому что ты будешь с адом контактировать, а не с райом. В этом случае лучше найти себе другого мужа. Понимаете? И пытаться с ним дальше строить отношения. Ребёнку нужна сила, которая будет о нём заботиться мужская. Или эта сила идёт свыше, потому что муж прожил честную жизнь и ушёл из жизни раньше времени. Такое бывает. Или эта сила идёт снизу и наоборот тянет. Женщина сама должна мужу помогать и заду его тащить. Ещё и сыну помогать. Ей самой нужна помощь какая-то. У неё не хватает сил. Она плачет всё время, депрессия. А мне такая женщина одна подошла. Вчера говорит, не могу замуж выйти. Муж ушёл из жизни. Я не могу замуж выйти. Потому что муж был Богом для неё. Она верила не в Бога, а в мужа. Из-за этого муж ушёл, и она верит в мужа дальше. Но это и силы неоткуда брать. То есть два варианта есть. Всё зависит от того, какой у вас был муж. Мы ровесники. Вместе с 14 лет. В 16 он увлёкся марихуаной. В 19 мы помолвились. В 20 он сел на тяжёлые наркотики. В 21 выгнал. Я ему своей приземлённостью мешал оттворить. Он человек искусства. Ну надо же. В 25 завязал. Сделал предложение. Хотел его спасти. Поженились. Венчались. Приехали в Москву. Хотел там работать. В мою беременность на 4 месяца уехал. А потому что тяжело же реально в беременном находиться. Потому что кровь сесёт не только жена, а ещё и ребёнок. Два человека уже тянут энергию. Поэтому мужчина, когда забеременела жена, или уезжает, или вообще её бросает. Тяжело же так жить, когда у тебя тут энергия будет. Другой женщины легко только пользоваться. Наслаждаться её телом. Такое всё. Он забеременел, и всё. До свидания. Другую хочу теперь. Си-си. Из-за проблем с жильём я жила тут, у мамы. Он в Москве снимал и т.д. Наркотики начал подправлять. Один раз мы с ребёнком перебирались к нему. Когда жильё было стабильно. Я снова уехала. Думала, что муж точно завязал. Но завязал он через год. Итог. Из-за того, что я за ним не пошла, не поверив, что он сможет обеспечить сына. Сейчас он, живя с молодой девушкой, делает ремонт в Москве. Говоря, что она не побоялась жить с ним в коморке без воды и плиты. И в это время я старалась его поддерживать. Не пилила, никогда денег особо не требовала. Молча всё делала сама. Сейчас он шлёт ссылки на ваши лекции. Какая должна быть жена вместе с новой девушкой. Читает духовную литературу, занимается сыроедением, держит пост, молится. Говорит, что не может простить, что это всё из-за меня. А я ещё ем курицу, яйца, сыр, а он нет. Такая, что он духовно, он выше. Марихану хвост не курит. Я молюсь и верю. Хороший показатель, эскап, привет. Спасибо вам за вашу веру, теплоту. Смотрите, то есть надо ставить срок. Человек бросил вас, живёт с другой женщиной, ставьте срок. Как это правильно делать? То есть тебя бросили, ты это заслужила. Но это не значит, что жизнь теперь мучится. Надо ставить срок. Обычно ставить срок год где-то. Полтора это уже прямо совсем много, если есть много сил. Год ставим и молимся. Надо сначала написать письмо. Я тебя жду год. И пошла молимка дальше. Просто Господу молимся и просим победить карму. Будет она побеждена или нет, неизвестно. Но надо молиться.